О коронавирусе, всполошившем весь мир, только начали забывать, как он вновь вернулся, заражая людей стремительным темпом. Правда, сейчас, по большей части, он протекает сравнительно легко и напоминает обычный ОРВИ. За последние две недели в Воронежской области, так же, как и в целом по Российской Федерации, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Рост у нас начался с 4 сентября, когда был рост на 1,5%, а уже с 18 сентября у нас наблюдается рост на 68%. В заболеваемости у нас превалирует взрослое население, которое составляет до 95,5%, и остальную дельный вес составляют дети. По словам специалистов, рост заболеваемости был ожидаем. Это связано с сезонностью. Ежедневно регистрируются от 10 до 22 случаев COVID-19. В Воронеже и в России в целом пока гуляет штамм омикрон. Новый перола на территории нашей страны пока выявлен не был. Новый штамм, он разновидность омикрона, но он более заразен, более контагиозен. А симптомы все те же самые, как при новой коронавирусной инфекции, и только при лабораторном обследовании будет определен этот штамм. Так клинически мы не можем сказать. Вводить ограничительные меры Воронежской области пока не планируют. Да и сами жители региона не хотят возвращаться к маскам, термометрии и антисептикам. Многие уже не воспринимают всерьез эту инфекцию. Бываетесь ли вы ковида? Нет. Почему? Я им отболел. И не боюсь. А еще раз заболеть? Нет, не боюсь. Почему? Легко перенес? Ну, я легко перенес. Я, наверное, дней всего 7 был в больнице. Да, потерял кислород в крови, и меня сразу забрали в больницу. Ну, я полежал 5 дней, меня восстановили быстро. Лежал в Бобровской больнице. Это не болезнь. Это как простуда. Простыл, 10 дней там или 7 дней поболел, и все. У меня жена два раза переболела, и я с ней был в одной квартире. Меня миновало, слава богу. А как она перенесла, тяжело? Нет, у нее не было поражения легких, просто вот как бы, как простуда. Тем не менее, относиться к ковиду легкомысленно не стоит. Сложно предугадать, насколько ваш иммунитет готов к встрече с ним или его новой мутированной разновидностью. А учитывая, что в регионе нет вакцины от коронавируса, полагаться можно только на профилактические меры. Самое время вспомнить про антисептики, дезинфекцию помещений и избегать массового скопления. Особенно это касается людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Анна Корязина, Валерий Бобкин, 41 канал.